Это бра. Смотрите, хотела назвать, думаю, так, торшер, не торшер, настольная лампа, не достольная лампа, но это же висит на стене, это бра. Это Юля все сама делает, эти проводочки проводит, господи, думаю, что там куда цепляет. Я могу только говорить, боже, как красиво, как божественно красиво. А чтобы я так много могла сделать своими ручками, вы знаете, только браслетики, только что-то повязать. Но так к электрике вообще далекая-далекая, 7 лет класса скрипки, но я не скрипач, просто отходила, да, хотя и была первой скрипкой на сцене. Но всегда удивляюсь талантом, веришь, такие талантливые люди. А еще лилия вот есть тоже, много цветов, просто если я возьму все в объеме, то тут просто рабочий процесс будет видно. Заготовка лепестков, лепестки, которые, да, вот ирис сделан, такого нежного материала, потому что такой нежный он получается, воздушный. Тоже заготовочка. Это листики с бархата, видите, разные ткани тут присутствуют. И вот этот материал, не знаю, как называется, тот, который моется, которого сделана пиона сейчас. Все делается под заказ. Вот такой цветок. Илья работает на заказы. Вот вчера мы гуляли по Витербо, и ее же люди все знают и приглашают, и всегда говорят, что хотят использовать ей цветы на декорации, на какие-то праздники. Она не хочет, она не отказывается, говорит, зачем, это ж столько работы, хлопот, и вот она не успевает вот по заказам поработать. Понимаете? И все правильно. Держит марку. Это я уже уголочек вам показываю. А сколько книг у Юли? Я приехала. Ой, подымаю, она тяжелая. Вот и книга о Венеции, человек интересуется и историей, и вообще говорит, что она себя чувствует с человеком в Средневековье, который родился не в это время, и жил не в этом времени. Вот такая красота. Она готовит кофе. Да, завтрак. Кола ционе. Я говорю, мне и чай, и кофе. Потому что Юля, как одесситка, тоже любит чай. Я говорю, мне маленькую кружечку кофе и большую кружечку чая. Это называется цветок Стелла Ди Натали. Стелла Ди Натали. Звезда. Натали – это Рождество. Звезда рождественская. Да, и итальянцы, ну, очень уважают. Каждый дом покупают себе на стол. Обязательно. Все дарят даже друг другу вот эту Стеллу Ди Натали, да. Ну, мне нравятся пионы больше всего. Не знаю, почему. Вот круглый год у меня пионы. Вы же знаете, если смотрите мои видео. Еще один уголок. Вышивки. Картины. Здесь очень много вышивок. Вышивки – это тоже работы Юли. Камин у нее есть. Да. Вы вчера вечером его растапливали. Тепленькая. Я спала возле камина. Такую камеру или стабилизатор надо себе купить. Такой интересный. Интересный. Я такой основательный, хороший. Юля, когда снимает на видео, на Инстаграм, она работает по Инстаграму, то прекрасно видно, хорошо ничего не прыгает. Юлька, мне надо тоже заказать вот такую стоечку, да. Вот эту, потому что у меня другая. А у меня с подсветкой. У меня с подсветкой. И вот Стелла только в таком персиковом цвете тоже уже. Это заготовка. Она просто… Я просто ее сбила с работы на два дня. Она вылетела в рабочей обстановке. Гуляет, возит. Гуляет меня. А это знаете что? Сейчас иду покажу вам. Иду в спальню к Юле. Это заготовка на люстры. Она же делает еще люстры. Везде лялечки. Везде лялечки. Смотрите. Это Юлькина спальня, да. Вот. Она делает такие люстры. Надо включить. Кстати, в Вероне в гостиницах, в Монако в гостиницах. Торшеры, люстры, в Монако в гостиницах ее работа. Можете увидеть в Инстаграме. Подтвердить мои слова. Я вам сброшу ссылку на Инстаграм, чтобы вы ознакомились поближе с этим творческим человеком. Или это я так люблю. Вот так они цепляют их. У нее везде цветы. Везде цветы, сердечко везде. Вот. Постель тоже. Все у нее везде в цветочечке. Вот першерчик там возле. Цветочки, лялечки, сердечки. Высота. Юля проснулась. Я говорю, да, мне надо туалет снять. Ты что, не надо никакой туалет? Я, конечно, не снимаю твой туалет. Я же хочу твое произведение искусства показать. Так, где включается свет? Показываю этот плафон. Вот, смотрите. Это ванна. Не буду уже показывать. Там трусы висят. Пусть висят, пусть висят, пусть трусы твои. Никто не снимает. Снимает твое творчество. Красота. Правда, друзья? И это я приперла за 700 километров. Понимаете? Чтобы это все снять и познакомиться со всем человечеством. Окей. Хорошо. А это с Украины тетя. Я так понимаю, что там много творческих. Хорошо, добре, все как есть. Тетя передала, тетя делает. Еще такая есть мусочка. Тетя Юлина. А Юлька еще картины пишет. Вот я уже так резко связи. Видите, это уже такой итальянский стиль. Реально в итальянском стиле. Что много фотографий. Много картин. Юля родилась в Черниговской области. Потом после школы поступила в институт в Одессу. И до 29 лет жила в Одессе. И уже 13 лет она живет. Черный, крупнолистовой. Живет в Битербо. Цветы. Живые цветы. Малые цветов. Да, она еще живые цветочки у нее. Салфеточки. Тоже цветочки. Я и буду жать, да? Такие арбузики, тыквочки. Такие тыквы у нее. И цвета как подобрала красиво. Вот. Еще есть одна тыквочка. Сейчас покажу. Еще тыквочку. Это не все. Та-дам, та-дам, та-дам. Я думала, какую у нее выпросить. Ну, нет уже места. Хотя вот эта бордовая мне на стол, Юля, даже и подошла бы. Но не будем наглеть. Красивое сочетание, да? Очень красивое. Еще срослые домики вот эти. Больше. Люблю Польшу, люблю Польшу. Стану своих предков. И сейчас мы передвигаемся. Та-дам! Посмотрите, целая комната. Юля, большая квартира. Четыре спальни. Три спальни, да? В одной мастерская. В одной она спит. А другая, а да. В третьей. Вот заготовка материала. Рулоны стоят с этим. И не знаю, как называется. Потом Юля скажет, что оно как называется. А, вот эта роза, боже, какие шикарные фотографии я видела. Свадебные с этой розой. Смотрите. Юля говорит, душ отнесла, все помыла. Я говорю, как ты ее возишь? Она говорит, машину вот сложила, ничего ей нету. Смотрите, какая шикардосная. Реально я видела фото. Не надо вам дать инстаграм, чтобы это все видели в инстаграме. Вот так. Так что это работа, конечно, серьезная. Это столько и места, и денег, и времени. Доброе утро. Добрый день. Около второй час. Начинаем. Юля еще спала. Меня уже крутило. Мне хотелось уже отснимать. Показать. Рассказать то, что я знаю. Конечно же, Юля потом нам сама все покажет и расскажет. Но у меня уже просто на инстаграм уже записалось. И сейчас записываю. Не могу больше лежать, потому что нахожусь в таком месте, в доме. В такой дом, мастерская такого интересного, творческого человека. Я говорю на нее феечка. Я понимаю, что человек, который творит, творит, творит такую вот красоту, это человек с большой душой, с большим сердцем, добрым сердцем. Большое, в нашем понимании, это доброе сердце. Смотрите, это сердцевина. Вот пельмешки такие, варенички такие лепит. С материалов, потом покажет, каких материалов, как она это делает. И потом их разукрашивает. И вот такая сердцевина получается для этой пионы. А этот пион где-то 70 сантиметров в диаметре получается. Моется прекрасно все. Моется моющими средствами. Боже, красота бешеная. Можно использовать как картину. Я своей маршрутке сбросила. Она говорит, я хочу. Он стоит 170 евро. И она хочет его просто зафиксировать в раму, как картину. Вот себе на стену. А вот и Юлечка собственной персоной. Наконец-то вы выбрались. Мы уже будем ехать домой. Она будет везти меня на ЖД вокзал. И говорит, слушай, ну этот пион я должна показать, какой он большой, какой он шикарный. А я говорю, а я должна показать тебя, Юлия Лысенко. Это наша девочка. Это виновница торжества. Да, да, да. Это благодаря ей я нахожусь здесь. И вот благодаря ей такая вот красота рождается в этом нашем мире. Красота. Скажи хоть два слова, как можно ухаживать. Ухаживать как угодно. Ухаживать можно мыть, подушим, все что угодно. Легенько пыль снял, и все отлично. Все можно любыми моющими средствами мыть. Очень удобно. Это сейчас готовлю для клиентов. Четыре вот таких здоровенных пиона. Это для ресторана. Для одного очень крутого, для вдрели греческом стиле. У них там здоровенная такая стена в золоте. Они захотели туда пионы. Сейчас вот четыре пиона готовлю. Это вот лепестки уже нарезанные для следующих. Пион очень трудоемкий. 250 лепестков каждый цветок минимум. Ну, центр уже вам показывала, как оно делается. Все такие вареночки лепим. Да, да, да. А потом с него рождается все внутрь. Ну, вот такой очень... Ну, он даже, учитывая, что этот 85 где-то сантиметров в диаметре... 85, а я сказала 70. 85 еще больше. А роза, я хочу, что ты еще розу показала. Потому что я снимала свадебные фотографии у девочек. Да, роза это какой там диаметр? Еще больше, наверное. Полтора метра в диаметре. Покажи, пожалуйста. Вот смотрите, какая большая подушечка, как продуманная. Она получается, как картина. Юля говорит, что это еще не все ее броши. Я думаю, надо себе такую сделать. Потому что реально они лежат. Они немножко и темнеют даже. Вот. И когда надо постоянно искать. А так ты взгляд бросил. И уже понял, что ты хочешь. Какую ты сегодня стрекозу на себя хочешь прицепить. Да, какую брошь. У нее очень много всякого добра. Она любит и антикварные рынки, и облашиные рынки. И она это все видит просто. У нее такое шикарное кольцо от Роберта Кавали. Мне очень нравится. Потом, может быть, сниму ее еще ручку. Покажу вам кольцо на руке. Так что вот такую бархатную подушечку. И она будет просто как картина. Вот в спальне у нее в данном случае в прихожей эта подушечка находится. Мы просто не знаем, как вам показать. Потому что размер действительно очень большой. Смотрите, какая она шикарная, большая. Это в объеме, наверное, метр двадцать, да? Метр пятьдесят. Метр пятьдесят. О, Господи, какая это. Ты что? И там какая она высокая, большая. Высокая, да. Это тоже все моется подушем. Я ее душ принимала. Потому что она у меня была там на побережье. И в Саленту, и в Салерно. На всем побережье ездила там на свадьбу. Вот возле моря в красивых местах. Потом вернули мне ее обратно. Я ее, ну, арендовала, сдавала. Вот она такая... Но работы тоже сколько тут материала? Очень много. Здесь где-то 25 метров квадратных. Вот здесь поплотнее материал, что он такой удобный. Его себе сложил. Поехала в машину. Прекрасно. Супер. Ну, твои работы... Я уже людям рассказала, что твои работы и в Монако, в Монте-Карло, и в Вероне. Но я же все уже обсмотрела. Она ходила, да. По всему миру. Ну, что ты на рестораны, на отели, на отели. Они же выкупают у тебя. Ты в аренду не даешь? Да, в аренду нет. Только вот эту давала. Только вот эту в аренду. Так ты все даешь? Прекрасная. Все, вот это моя Юля. И уже мы идем. Будет она меня куда-то отвозить на ЖД вокзал. Подальше с глаз моих. Я уже ее утомила за два года. Мало? За два года. За два дня. Мало? Думаю, достаточно. Но она сказала в следующий раз, хинкали сделает свежее. Как только приедешь, хинкали уже будут тебя ждать. А еще Нона хотела прийти. Это ее подруга с первого этажа. Она грузиночка. Она говорит, я хочу тебя накормить нашей грузинской кухней. И так, девочки, я жду вас уже в Венеции. Я свой визит сделала. Следующий визит за вами. У Венеции. До встречи, Венеции. До встречи, Венеции. Деревянные. Видишь, деревянные? Это я когда еду на море. В Тоскану туда мы едем. А там море такое, как заброшенные пляжи. Ну, дикие. Они живая природа. И я постоянно где-то вижу какую-то корягу. Она вот эта вот омыта уже ветром. Вся ветреная, с соленой водой. Я все тащу. Мало того, еще и подруги мои, если видят какую-то корягу на море красивую, у меня высылают видео. Юля, тебе надо? Я говорю, Юля, все, надо. Так что Юля собирает все. Камень тоже там от одного старинного дома. Разбирали дом. Нашли камень мне друг мой бывший. Я сняла уже камень. Значит, я говорю, Юля, давай не поедем в какое кафе. Давай делай кофе тут, сейчас. И уже пьем кофеечек и выезжаем. Понимаете? Она уже одета, а Жанка еще в пижаме. Понимаете, да? Вот творческий процесс у меня тоже. Я снимаю. Я же не могу это. А, покажи книги, которые... Да, я везу от Юли. Такие книги прекрасные. Юля как раз получила эти книги. Я увидела. Говорю, слушай, ты тебе заказывай еще. А я говорю, забираю вот эти. Одна книга «Сто самых красивых домов Италии». Шикарная книга. Нашла. Я увидела у своей подружки. Она возле Рима живет. У нее школа кутюрной вышивки. Девочка с Россией. Много лет здесь уже живет. Мы с ней дружим. Я у нее увидела. Для Эльзы Скеперели она работала? Она для Валентина вышивала. Она была вышивальщицей Валентина. Ой, такая умничка вообще. Там то отдельная история. Я вот эту вот книжку увидела «Сто самых красивых домов Италии». Вообще для вдохновения. Это супер. А вторая, вот эта вот роспись стен в интерьере. Тоже шикарная. То есть здесь обои, росписи, всякие разрисованные стены. Юля тоже разрисовывает стены. А вы помните мои двери? Такая же тематика. Боже, посмотри на эту красоту. Как у меня в джунглях. Посмотри на эту красоту. Она уже моя красота. Твоя красота влезла позже. Уже все, да, конфисковали эту красоту. Конфисковала, да. А я себе перезаказала. Так что вот. Сразу, но это для вдохновения, для творческих людей держишь в руке запах. Да. Книга. И не интернет, книга, да. Ой, оболбеть. Ну, все-таки журналы, книги. Да, я уже показала твою Казанову книгу. Конечно же. А я когда работала в Одессе в МТС, сейчас в Адафон. У нас в отделе было, было отдел обслуживание базовых станций. У нас было отдел 12 человек, 2 девочки, я и моя подружка. И 10 пацанов технарей. Потом вот, когда я уехала в Италию, у нас как-то все поразбивались. И все оказались творческие люди. Вообще, можете себе представить. У нас начальник был, Коля, начальником. Прекрасные люди, боже, с женой, они живут на Бергойла, возле Одессы. И он, оказывается, вот поверни туда, вот эта вот рамка с венецианкой, женщиной, которую я нарисовала. А он делает эти рамки, красивенную, золотую, вот это вот все. А рамка с Одессы? Рамка с Одессы. Это Коля, вот мой начальник, который был у меня. Мы остались с друзьями прекрасными. Вот это вот он все делал и мне передал сюда. А здесь я уже сама потом в такой венецианском стиле тоже добавляла. Здесь по золоту мне хотелось. Вот где-то я улетала, короче, в Венецию. Улетала, да. И у нас из нашего отдела, когда мы разошлись, уже все разъехались, уволились, одни открыли, двое ребят открыли студию фотографии, именно по фото занимаются. Ушли в творчество. Один мальчик занимается, тоже рисует, короче. Я ушла в свое творчество. Оля в итоге, по-моему, сейчас работает креативным директором БМВ в Одессе. Ну, в общем, все ушли в творчество. И мы, эти люди строили базовые станции на юге Украины, а мы строили хорошо. Малыши. Я обслуживаю. Ну, такие были творчества. Какой был коллектив у нас. Господи, я обожаю всех. И вот так вот, каждый кусочек где-то в моем доме, это воспоминание о чем-то таком всего для души. Все мое. Куда ни глянь, хожу, рассматриваю. Я вам еще не все показала, потому что квартира большая, и каждый уголок, фотографии везде. Тут у нее и Одесса, и Венеция, и Рим. Многое чего интересно. Это я ее в рамочку вставила. Она еще подписанная с другой стороны. Я вот ее купила, как обычно, на барахолочках много чего. Я купила вот эту вот австрийскую. Да, я уже ее показала. И вместе с этим купила еще. И эту красную девочку ты купила там. Эту красную девочку, да. Все показала уже. Я вот все с собой мне нравится. Нравится, нравится. Мое, это моя жизнь. Она меня вдохновляет, я этим живу. Видите? Ни одна я такая ненормальная. Я вообще далеко такая. Ну вот, потому я и приехала. Потому что я чувствую, что мы с одного яйца, как я говорю. С одного яйца, да? Да. Все, спасибо, моя дорогая. Заканчиваю. И буду снимать уже наконец-то свою пижамку. Все. Пижамку. Всем пока. До скорой встречи. Чао-чао.